Начнем сегодняшнее занятие с истории про лягушек. Ну, например, на шахматной доске, а потом у нас будут доски другого размера. В некоторых клетках сидят лягушки. Вдруг они одновременно прыгнут. Нужно, чтобы ни в какой клетке не оказались бы две лягушки после прыжка. И до прыжка все сидели в разных клетках. И соседи должны перестать быть соседями. При этом лягушка прыгает на одно из соседних по стороне или углу полей. Повторяю вашу новую задачу. На шахматной доске расположено некоторое количество лягушек. Они одновременно совершают прыжок. Давайте я вам нарисую картинку. Не на доске 8 на 8, а на доске 3 на 3. Как это может быть? Вот представьте себе, у вас сидит лягушка, сдвигается сюда. Это сдвигается сюда, это сдвигается сюда, это сдвигается сюда. Правда, они не были соседями. Вот бывает 4 лягушки на доске размером 3 на 3. После прыжка они становятся соседями, они подиагональны. После прыжка. Секунду. Смотрите, что было. Соседи должны перестать быть соседями. То, что могут возникнуть, не имеет значения. Понятно? Бывшие соседи должны перестать быть соседями. Ребята, давайте сразу ответим на такой вопрос. А вот на доске 3 на 3 может быть 5 лягушек или нет? Как вы считаете? Нет. Потому что равно будет лягушек. Не 7. Потому что если я не прыгну, все равно будет соседями. Не понимаю. А, на лягушке. Да. Потому что парень соседей все равно будет. Не понимаю. Ребята, это очень простая задача, но пока это решение не прозвучало. 5 лягушек на доске 3 на 3. Они же могут прыгнуть на место, где кто-то стоял. Это тоже разрешено. Важно, что вначале все стоят на разных полях. И после прыжка все тоже должны стоять на разных полях. Их больше, чем оставшихся. Их больше, чем оставшихся. И что это за... Да, это правда. Потому что 4 оставшихся, 5 больше, чем 4. Да, 5 больше, чем 4. И это значит, что если они куда-то не прыгнут, то 1 лягушек не будет соседей. Почему? Да. Это значит, что если куда-то они бы не прыгнули, то она какая-нибудь не может никуда, она там и останется. Нет. На месте никто не остается. Они могут как-то переставиться. Да. Они могут прыгнуть, но они на некоторые останутся соседей. Это правильно, но почему? Потому что свободно их манимировало. Потому что свободно придется прыгнуть на место предыдущего. Молодец. Она сказала очень умную мысль. Да. Например, один лягушонок будет стоять здесь. Тогда придется прыгнуть на место предыдущего соседа. Тогда они в любом случае будут соседями. Ну, вот того, что, например, пусть стоит здесь, это как раз вы зря сказали. Потому что способов расставить очень много. Когда с места вы тихо сказали следующее. Вы сказали пять больше четырех. Это мне гораздо больше нравится. С самого начала до прыжка два из пяти лягуша точно будут соседями. И после прыжка один из них прыгнет на место бывшего соседа. И поэтому они опять... Нет, на место бывшего соседа вовсе не обязательно. Удивительно. С места была произнесена фраза, являющаяся решением, но она ее сама забыла. У лягушки есть, так сказать, поле, которое не может попадать в другие лягушки. Почему? Ну, еще раз. То, что она приобретет соседей, не страшно. Если она приобретет соседей, это абсолютно не страшно. Если не хватит места для детей лягушек, когда они будут каждый раз передвигаться, для каждой лягушек должно быть свое следующее место. И тогда получится должно быть не девять, а десять метров, чтобы у всех было место, которое не зали. Ох, это не решение. Это вот некто такое рассуждение философское, но не решение. Девушки, но они пять. Да. То есть, только эти четыре лягушек смогут прыгнуть на свободный крест. Да. А сам все должны быть на претрость своего соседа. Важно, что сосед при этом куда-то перейдет, но они останутся с соседями. Вот это точное решение. Всего на более девять лет. А у нас пять лягушек. То есть, всего четыре лягушки смогут прыгнуть на свободный крест. Одному лягушку придется прыгнуть на ту крест, где стоял его бывший сосед. Они все равно будут оставаться своими соседями. Давайте еще раз повторяю. Пять больше четырех. Когда есть пять лягушек и четыре свободных места, не могут все пойти на свободные места. Значит, какая-то лягушка идет на место, не знаю, по диагонали, по вертикали, по горизонтали, не знаю. Но она идет на место, где только что была тоже лягушка. А эта куда-то идет, я не знаю, сюда, сюда, может на ее место. Неважно. Важно, что они были с соседями и они останутся с соседями. Согласны? Да. Отлично. Между прочим, ребята, это рассуждение абсолютно такое же всегда, когда лягушек больше, чем в свободных местах. Например, если лягушек 33 на доске 8 на 8, то 33 больше, чем 31, правильно? И значит, уже нельзя. Поэтому максимум, сколько мы можем пытаться расположить на доске 8 на 8, это 32. На самом деле, это правильный ответ. Только если сразу пытаться располагать 32, вы просто слишком большая картинка, я уверяю, вас не сможете. Знаете, как я не могу дать гарантии, может быть, кто-нибудь такой сообразительный, что и сможет. Но у меня предложение. Резко облегчим себе работу. Разрежем доску на 4 маленьких доски. Для каждой из них решим задачу и постараемся, чтобы все получилось. 8 лягушек. Потому что всего 16 полей. Половина так. 8 лягушек расположить так. Ну и здесь указать, куда они прыгают, чтобы прежние соседи перестали быть соседями.